Здарова, ёб ты бля! Короче, вот лёг спать и тут в голове начали вертеться разные мысли там бля И вспомнил, что ещё вчера смотрел там сводку новостей Что известного в узких кругах блогера или кто он там, стример, в общем В общем, Сергея Иванова по названию канала в ютубе продюсер Иванов Забрали в дурку, в общем Я хуй знает, из-за чего у него в ютубе название канала такое Чем там продюсер, хуй знает Это, не знаю, он не насколько, я так понимаю, медийная личность И по сути это ютуб тут любой может взять там Какой хочет, бля, хоть там президент, нахуй Иванов, хоть, не знаю, там владелец мира Иванов И то, что он себе этот поставил, это уже говорит о многом Хотя, как я слышал, он вроде обеспеченный человек Но чем он зарабатывает на жизнь, я хуй знает Вообще не интересуюсь блогерами Смотрю там буквально одного-двух, ну вот этих, знаете, самых известных Выжилинка, Сергея Симонова, Дмитрия Шилова Не реклама, если что Все эти блогеры могут разрушить вот вашу психику, там мозг И это так, на любителя, конечно Так вот, продюсер Иванов Впервые я его увидел, опять же Да-да, не удивляйтесь, на стриме Выжилинка Они там что-то с ним пиздели Что-то там обсуждали Я, естественно, как и любой дугатный человек Думал, что Выжилинк наконец-то Забыл там все обиды с Владом Савельевым над друг-другой Что это, собственно говоря, Влад Савельев Отрастивший себе щетину, там, волосы И надевший очки Ну нет, оказалось, что это совсем другой человек Это не Влад Савельев был А, собственно, вот этот продюсер Иванул Я особо после этого не интересовался его личностью Хотя смотрел после этого там стримы различные с этим С Uber Marginal Ну, опять же, я Uber Marginal тоже не смотрю Не знаю особо кто это И, ну, те, кто смотрят Uber Marginal Более, наверное, знакомы с продюсером Ивановым Хотя они сейчас вроде уже не стали снимать И не из-за того, что вот его забрали в турбку Из-за того, что они там, что-то, у них возник конфликт какой-то Ну, всю историю не знаю В принципе, похуй на это Так вот, те, кто следит за Ютубом, там, за всеми этими блогерами У кого дохуя свободного времени И нечем заняться Они в курсе, конечно, всей этой ситуации, там Истории конфликта Собственно, продюсера Иванова с этим Стас Ай, да как просто Или как-то, или хуй знает Ну, в общем, Стас, что-то там просто Опять же, не ебу, кто это И неинтересно, собственно говоря Блогеров сейчас развелось Там миллионы, вагоны, большая тележка Чуть больше, чем нихуя И если знать там каждого Смотреть каждого То мозг взорвется, нахуй Так вот, что там Слышал разные мнения Но большинство после этого, что там Как я понял, история конфликта В том, что Что продюсер Иванов пригласил Этого Стаса на стрим А тот что-то отказался И после этого у них что-то там Этот продюсер Иванов Начал Дианони, там что-то его адрес Дианонил Или что-то такое Семью там Ну, в общем, что-то личное Бля Все там, большинство блогеров За исключением, наверное, Хованского Начали хуесосить этого продюсера Иванова Хотя Ну, не знаю Я Никто, чтобы судить там Но Как И в моем понимании Ну, бля Сдианонил Сдианонил Дай ху с ним Любой там блогер Должен быть готов Что рано или поздно Его сдианонят Его там все данные выложат Да, это возможно Чисто по-человечески Не очень приятно Но Относиться к тому Что якобы Это что-то хуёвое Что Бля, ну тебя там Сдианонили Бля Да, да у этого Стаса Там А это как просто ли Ну, дохуя Как я понимаю Подписчиков Ну, хуй знает Мне лень Искать Я даже Не ебу На какую тему Он видео снимает Ну, в общем Продюсера Иванова Намного меньше У него там что-то Десять Или двадцать тысяч Было И вот Все начали его Хуесосить Несмотря на то, что Сам продюсер Иванова Опять же Не до такой степени Известный Но на Этом конфликте Он Там Очень стал Популярный Любой блогер Считал своим долгом Записать видео На эту тему С аналитикой Ну, я не исключение Ну, а хули Раз есть Повод Хули бы не Похайпиться На этом И Хованский Единственное Один из немногих Кто Вроде как Начал защищать Продюсера Иванова Его Хованского Начали Хуесосить Вот эти Там Все остальные Фанаты Этого Стаса Так вот Это не самое главное После этого Как я понял Ютуб канал Продюсера Иванова Забанили Или он сам Удалил Хусь Знает По крайней мере При заходе Сейчас на его канал Вообще Пишут Ютуб Пишут ошибку Ну, то есть Не то, что Удален Или заблокирован За нарушение Правил А просто Ошибку 4 Черточка 4 То есть Не знаю Что там Произошло Из-за этой ситуации Что там Страйков Накидали Накидали Фанаты Этого Стаса Бля И После этого Что там Были новости Что Этот Продюсер Иванов Бля Взломал Вроде как Ютуб Канал Из своих Там Как Что-то Делают Потому Что С таким Качеством Это был бы Полный Пиздец Так вот После этого Он взломал Эти Один из Его Вот этих Знакомых Снял Видос Ну Или Стримил Где-то Рассказал Что Продюсер Рванул Взломал Его канал Вся Хуйня И После этого Что-то Не знаю Хотя До этого У меня В общем-то Продюсер Рванул Я Считал Адекватно Уполнить Человеком Да Он там Любитель Хайпится Был Он Донатил Там На стрим Его Желинка Чтобы Он там С ним Скайп Пошел Ну Для тех Кто Смотрит Стрим Вежелинка Наверное Вспомнит Как Вот Это Был Стрим Москва Сити Вежелинка И Он там Донатил Чтобы Он там Куда-то Поехал Это Полный Пиздец Конечно Я Не понимал Как Вежелинка Что делать Нехуй Чтобы Ехать Куда-то Ну Вежелинка Собственно Горя Мягко Так Отказал Ему Ну В общем-то И тут Буквально Наверное 16 Или 18 Числа Случилось То Что Там Ну Там Сложно Объяснить В общем Продюсер Иванов Договорился Если я не ошибаюсь В городе Лубны Лубны Московской Области О какой-то Ну То ли Встрече С подписчиками Ну То ли Не знаю Ну То ли Какой-то Сходке В телеграме Ну Там Было Слово Вот Название То Города Лубны А что Там Произошло Опять же Хуй Знает Наверное Ну Только Самим Фанатом Этого Сергея Иванова Если Они у него есть Конечно Известно Ну В общем После Это он Что Там Ебанулся Он Начал Все На стене Вконтакте Нести Всякую Непонятно Что И Заходил Вот он ВК Последний раз 16 Января Вот Там Что Горил Что За ним Там Следят ФСБ Что Там Бля Ну В общем Полная Какая-то Дичь Полный Трэш Потом Он Телеграме Выложил Фотку Что За ним Приехала Дурка Частная Где он Еще Написал Мол Якобы Это Фейковая Какая-то Дурка А после Этого Его охранник Или его жена Вызвала ему Уже Обычную Дурку Его Соответственно Забрали И после Этого 16 Числа О нем Не слышно Никаких Новостей Он Его Забрали Или он Там Скрылся В неизвестном Направлении Но Пакт Остается Фактом Ютуб Канал Удален Ну да Ютуб Канал И в принципе Все Страница ВК Активна Все там Нормально В телеграме Тоже Но актива Соответственно Там нет И везде Он заходил Последний раз 16 Числа Там 22 Чем-то По Наверное Ну по Киеву Да Ну по Киеву Ну потому что У меня пишет 22 Чем-то То есть По Москве Где-то В 23 Чем-то И все После этого Слухи О нем Исчезли И Никто не знает Где он Возможно Возможно Ну жив он там Или нет В дурке Или нет Или Ну куда его там Увезли Моя животом Не знаю Ну конечно Сомнительно Что его там Фейсбэс забрало Ну кому он Нахуй нужен В общем Мы имеем То что имеем Я прекрасно Понимаю Что все Кто посмотрит Это видео Они Наверное Задутся вопросом А кто это вообще Что это Блядь За люди Что за Ноунеймы Я вас Прекрасно Понимаю Я сам Собственно говоря Не ебу Кто это такой Но Считаю своим Своим долгом В общем Записать этот Видос А хули Нет В принципе Ютуб канал Для этого есть Чтобы Обсуждать Там всякие Новости Да И я понимаю Что это Впрочем Никому Нахуй Не интересно Будет смотреть Но Тем не менее А вдруг Кто-то Заинтересуется Этой новость Там Кто-то Может Работает Не знаю Вот этой же Дурки Психушки Ну Куда его Забрали И Расскажет Нам Всю ситуацию Где он Все таки Интересно Будет Не то Что прям Сильно Но Почему бы Не узнать В общем Такая была Короткое видео Такая короткая Сводка Новостей Если вам понравилось Видео Подписывайтесь на канал Ставьте палец Вверх Если вы даже Не знаете Кто это Как я Если вам Похуй Абсолютно На этих людей На этих Ноунеймов Ставьте Палец вниз Задизлайкайте Это видео Въебите Ему Как можно Больше Дизлайков Чтобы Собственно Этот Сам Сергей Иванов Если вдруг Случайно Зайдет На это Видео Увидит Что Количество Дизлайков Пиздец Какое И всем В принципе Похуй На его Жизнь Там То В общем Он может И больше Не вернется На ютуб Тем не менее Смешно Конечно Смотреть На различных Клоунов Ютуб Это вообще Один большой Цирк Или цирк Уродов И Во все времена Люди хотели Хлеба И зрелищ И вот сейчас Благодаря Вот таким Как Сергей Иванов Мы можем Их Наблюдать Впрочем Все блогеры Это Клоуны Большого цирка В общем Подписывайтесь На канал Ставьте палец Вверх А я с вами Прощаюсь До скорой встречи